Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня я встала очень рано, несмотря на то, что вчера легла поздно. Приготовила себе оливье. Дома уже были вчера с ночи блинчики. Пожарила немножко мяса. Это говядина. И вот так вот завернула. Рецептик на оливье я вам оставлю, если не забуду. Вот такое вот у меня ведро. Это горячий чай, но он супер горячий, поэтому пусть постоит пока что здесь. В общем, о чем я хотела с вами поговорить. Не буду долго останавливаться на этой теме. Просто хочется сказать. Вы все знаете, что у меня есть второй канал. Я там снимаю видео про бумажные сюрпризы. Я, конечно, понимаю, что эта тема интересна только 10% моей аудитории основной. Но заходить на мой второй канал и писать гадости это очень некрасиво. Если вам неинтересно, убедительная просьба не писать моему парню в личные сообщения в инстаграм, что твоя девушка слабоумная, занимается фигней и так далее. не писать мне под видео на бум-канале, что вот я знал, что ты дурочка, но не знал, что до такой степени что за фигню ты снимаешь. Снимай лучше мукбанки. Я сначала не говорила про это, но, блин, мне надоело, ребят. Я буду подобных людей блокировать, потому что другого выхода из этой ситуации нет. Я понимаю, что вам неинтересно. Когда человек начинает что-то новое, понятное дело, что появляется хейт. Но мне интересно этим заниматься. Почему нет? Моему каналу всего 3 месяца каждое мое видео набирает 15 тысяч просмотров, при том, что у меня подписчиков 14 тысяч. А если я наберу 50 тысяч подписчиков, минимум каждое мое видео будет набирать 40 тысяч. Каждый день на мой канал подписывается около 200 человек. И по источникам трафика я вижу, что это люди не с моего основного канала. Поэтому, мои хорошие, давайте будем более толерантными. Если уж на то пошло, я зарабатываю на этом деньги. Возможно, вам неинтересно, но кому-то, поверьте мне, это интересно. Кому-то мукбанки, например, кажется скучным, просто сидит, жрет на камеру. А в эти видео вложено очень много труда. Чтобы сделать одну коллекцию, я трачу минимум 10 часов работы. Поэтому давайте не будем обесценивать чужой труд. Если вам не нравится, не надо писать моему парню хотя бы. Ладно, под моими видео вы пишите. Моему парню в личные сообщения пишут, что твоя девушка слабоумная и снимает какую-то херню. Зачем так делать? Возможно, ваше какое-то увлечение для меня тоже покажется какой-то фигнёй. И есть развитие. Самое главное есть развитие. Одно дело, я снимаю и мои видео набирают по 2000 просмотров и ничего не двигается вперёд и так далее. Тогда я вас пойму, скажу, да, окей, мой контент никому не интересен. Но другое дело, при 14000 подписчиков каждое видео набирает минимум 14000 просмотров. Это уже говорит о чём? Я когда создала второй канал, моё каждое видео набирало 6000 просмотров, плюс я выкладывала его в своё сообщество на Айка Эмили. То есть оттуда тоже переходили. Сейчас я не выкладываю никуда. то есть стараюсь набрать именно аудиторию, которым интересны бумажные сюрпризы. Выложила за 24 часа минимум 10000 просмотров набирает моё видео. Я сначала не хотела об этом вообще говорить, делать вид, что я не замечаю просто брать и блокировать людей. Но когда вы начали писать уже моим знакомым, что Айка занимается какой-то хернёй, это уже стало терпеть невыносимо. Ладно, давайте не будем на этом останавливаться. Уже 6 минут я говорю про это. Хотя хотела просто вначале два слова сказать про это и всё. Закрыть эту тему. Под конец декабря нам всегда ютуберам приходит письмо о проделанной работе, о том, какой месяц был самым удачным что типа молодец ты в этом году или не молодец. Как ты отработал этот год. Вот. Мне тоже пришло такое письмо. И в этом письме говорится о том, что больше всего видео я напилила. Как вы думаете, в каком месяце? Конечно же, в январе. В январе 2020 года я сняла очень много видео. Представляете? Я вам уже говорила про то, что январь у нас такой месяц, когда нам платят гроши. И Айка пилила в 2020 году больше всего видео в январе. Голова работает у человека. Некоторые спрашивали в комментариях, как у нас происходит. Мы получаем зарплату в месяц один раз 22 числа. Можно получать зарплату в год один раз, чтобы избежать неких налогов. Пенсионный фонд, например, ты платишь каждый месяц, если в месяц один раз ты получаешь доход. А если этого дохода нету, то ты не платишь пенсионный фонд. Можно избежать этих выплат, получая зарплату, например, в полгода один раз. Но я такой человек, я не пытаюсь никогда ничего избежать. Где надо платить, я заплачу, ничего страшного. Лишь бы потом у меня голова не болела. Лишь бы потом я не заморачивалась по этому поводу. Как много здесь оливье. Я обожаю его. Раз уже я начала говорить про хейт под прошлым видео, где я пью пиво. Были комментарии религиозных людей, что вот, что ты пьешь пиво, на тебя смотрят твои родственники и так далее. Ребят, это мой выбор. Я хочу, я пью. Никто не против этого. Даже мой папа. Папа, наоборот, за. Он любит немножко. К его приезду, наоборот, я закупаюсь пивом и оставляю. Я не могу отнести себя прям к алкоголикам. Но иногда можно выпить чуток. Я не пью слишком много. Но иногда соглашусь. Хочется. Я себе не отказываю. Дальше комментарии по поводу моего папочки. Когда папа приедет, познакомишь ли ты его с родителями своего парня. Мы все это планируем. Но, скорее всего, мы никому об этом рассказывать не будем. Никого взвать не будем. Видео снимать не знаю. Естественно, познакомим. Некоторые спрашивали познакомить просто с парнем. Зачем просто с парнем? Это как-то не знаю. По нашим обычаям так не принято. У нас принято, что сразу знакомятся родители. Некоторые просто спрашивали, почему он не знакомит себя со своей мамой. То есть, я тоже, если честно, немножко стесняюсь. и у нас так не принято. У нас сразу знакомятся родители. То есть, родители мои и родители его знакомятся. не все наши обычаи мне нравятся. Но какие-то очень даже нравятся. Например, то, что у нас нету сожительства до брака. это мотивирует мужчину жениться. Очень мало матерей одиночек. То есть, ты женился, ты обязан содержать свою семью. Некоторые меня спрашивают там в комментариях Айка, а правда, что там у вас многоженство и так далее. Я лично за 10 лет проживания в Азербайджане не видел ни одну семью, где две жены ни одну. Есть, конечно, семьи, где, например, муж, например, какой-то суперобеспеченный, например, в преклонном возрасте и находят себе молодую любовницу какую-то, но жена об этом не знает. Такие варианты есть. Но так, что в одном доме или они знали друг про дружку, ходили куда-то вместе, такого я не знаю. Обычно у нас здесь как? Если у мужчины есть очень много денег, он находит себе молодую девушку. Меняет машину, меняет квартиру, потом думает нет. Но жену свою нынешнюю тоже не бросает. То есть он делает все, чтобы она об этом не узнала. Обычно это происходит, когда мужчина становится очень-очень обеспеченным. Я бы предпочла, вот если бы я оказалась в такой ситуации, что мой муж в 60-50 лет решил, что ему хочется молодую девушку. Я бы предпочла, как у русских, вот люди разводятся до свидули и начинают жить с другой девушкой. А не так, что тебя обманывают на протяжении всей твоей жизни. А у нас не так, у нас мужчина не бросает, он оставляет и эту жену себе, и для молоденькой купит квартиру, машину и так далее. Причем все оформит на себя. Вот я против обмана, но непонятно, что меня ждет дальше, именно поэтому Алька себя застраховывает. На этом все, я наелась, было очень-очень вкусно. Здесь, конечно, просто горает и все съесть нереально. Но в кадре смотрелось очень классно, поэтому решила притащить все. На этом все, всех люблю, целую, с вами была Айка, пока!